Наш Бог Он стоит в веках Все дни в Его руках Начало и конец Начало и конец Бог наш, Ты, Един Он, Дух, Отец и Сын И огнем на конный лев И огнем на конный лев Бог, как вели Бой со мной наш Бог 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 Наш Бог Как вели Он превыше всех венов Он превыше всех венов Всей хвалы достоин Он И душа поет Наш Бог Он превыше всех венов Всей хвалы достоин Он И душа поет Наш Бог И огнем на конный лев 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 Бой со мной наш Бог Аллилуа Аллилуя Аллилуя Аллелуя Аллилуя Аллилуя велик Бог велик Бой выше всех венов Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте споем «Правит Бог». «Правит Бог». Еще раз. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. «Правит Бог», «Правит Бог». Воздайте Богу славу. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Великий Бог. Аллилуйя. Благодарим за Твою благодать и за Твою милость. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. уйти и на царя митца кто чудеса и людей вражали и кто в обеима здесь и ты мая господь могу и ты на царя митца чудово благо да и полюбый и и и и и и и Ты дав своё життя, чтоб я свободу мать. Тебе прославлю за все, что ты нам дал. Хто відродив нас, і дав надію, Хто синовив нас, і завжди вірний, Господь могутний, Віра царя митца. Хто править правді, хто справедливий, Хто славиться величний силний, Господь могутний, Віра царя митца. Судова благода. Мене ти полюбив, поніс усі віки, За мене на хресті. Ты дав своё життя, чтоб я свободу мать. Тебе прославлю за все, что ты нам дал. Гідний я в нечистій хвали, Гідний славиться, що смерть переміг. Гідний я в нечистій хвали, Гідний славиться, що смерть переміг. Гідний я в нечистій хвали, Гідний славиться, що смерть переміг. Гідний я в нечистій хвали, Гідний славиться, що смерть переміг. Гідний славиться, що смерть переміг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты пришел ко мне и наполнил радостью меня Ты пришел ко мне и за это буду славить тебя Давайте еще раз поем в купле Ты пришел ко мне и спас меня, Иисус Ты пришел ко мне и подарил свободу свою Ты пришел ко мне и наполнил радостью меня Ты пришел ко мне и за это буду славить тебя Я буду прославлять царя царей Я буду прославлять царя царей Я буду веселиться перед ним 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 Ты пришел ко мне и наполнил радостью меня Ты пришел ко мне и наполнил радостью меня Я буду веселиться перед ним Не только один я посвящаю свою жизнь Я буду прославлять царям царей Я буду истериться, веренник, буду веренничать. За мной он станет во мной, не только ему. Я посвящаю свою жизнь, свою жизнь. Свою жизнь, я посвящаю ему свою жизнь. Искупитель мой жизнь, искупитель мой жизнь. Я буду прославлять царя, царей. Я буду прославлять царя, царей. Я буду веселиться перед ним. Я буду величать за милость надо мной. И только ему я посвящаю свою жизнь. Искупитель мой 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 жизнь. Кто по колено, а кто уже так глубоко, что требует продолжения банкета Будем сейчас нырять в реку любви, которая прямо здесь и прямо сейчас Тебе только нужно принять решение Течет река, благодати полна, течет водой В милости Его и мы ныряем в океан любви, любви Иисуса, Иисуса Течет река, река воды живой переполняет могуществом Его И нас с небес наполняет нас ее все больше, больше Радость, радость нас наполняет, радость небес Радость, радость нас наполняет, радость нас наполняет Мы оживаем потоке, потоки радости Божьей Мы оживаем потоке, мы оживаем потоке, мы оживаем потоке Мы оживаем потоке, потоки радости Божьей Оживаем небес Женика, река воды живой переполняет могуществом Его Радость небес наполняет нас Её всё больше и больше Течёт река, река воды живой Переполняет могучий славкий Бог Радость небес наполняет нас Её всё больше и больше Радость, радость, радость Небес чувствую здесь Радость, радость, радость Небес чувствую здесь Мы оживаем потоки Мы оживаем потоки Мы оживаем потоки Потоки радости Божьей Мы оживаем потоки Мы оживаем потоки Мы оживаем потоки Потоки радости Божьей Редактор субтитров А.Семкин Иисус освободил Иисус освободил Мне жизнь Он подарил Радость небес Радость небес Радость небес во мне Ничто не остановит Танцуем мы в свободе Радость небес Радость небес Радость небес во мне Радость, радость Радость, радость Нам наполняет радость и вес Радость, радость Радость и вес Радость, радость Радость, радость Мы оживаем потоки Мы оживаем в водоке, мы оживаем в водоке, в водоке радости Божьей, в водоке радости Божьей. Мы оживаем в водоке любви, мы оживаем в его любви, в его руках. Аллилуйя! Мы славим, 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 славим тебя Иисус драгоценный. Мы славим, 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 славим тебя Иисус драгоценный наш сад. Наш сад, наш сад, наш сад, наш сад, наш сад, наш сад. Славься Господь! На этом месте! Моя реальность, моя реальность. Твою реальность пусть творит чудеса, Твоя реальность, Твоя реальность заменяет наши. Пусть наша человеческая заменяет Твоя реальность. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Господь, поклоняемся Твоей ранок, возвеличиваем имя Твое, Господь. Аллилуйя, мы дякуем Тебе, Господь, за ту радость, которую Ты даешь нам сегодня, на цей день. И мы оживаем в потоке Твоей радости, Твоей любови и Твоей благодати. Аллилуйя, хай будет возвеличено и хай будет прославлено Твое имя, Бог наш. Ты достойный всей славы, Ты достойный всей хвилии. Аллилуйя, Аллилуйя. Дякуем за присутність Твоей Святого Духа на сегодняшний день. С каждым из нас дякуем Тебе, Господь. И благословляем Твое великое и Святое имя, и весь народ сказал. Аминь. Аллилуйя. Давайте дамо славу нашему Господу, нашими оплесками. Він достойный славы. Слава, слава Тебе, Господь. Слава, слава Тебе, Господь. Слава, слава Тебе, Господь. Слава, слава Тебе, Господь. На вторий день конференції ми всі стаємо рідними, близкими, добрими. Аллилуйя. Не чужими, а близкими. Аллилуйя. Если вы сегодня не пили каву То мне сказали, что есть очень хорошая кава Называется джемини Безплатно тут раздается Я пил и очень вкусно Вы пробовали? Кто пробовал? Круто, правда? Купуйте джемини Джемини Not you? Аллилуйя, слава Богу Мы находимся в селе, который называется Зазимья Тут за нашими корпусами речка Десна Я памятаю, когда мы ходили в школу То был такой твёр Какого-то письменника украинского Зачарована Десна Олександр Довженко Маете шанс пойти подивиться Зачаровану Десну А Сергей Безхарований, в ней купается Завтра в 8 годин Можете стоять с відео и дивиться, как Сергей Безхарований плавает в Десне И выставите это на Фейсбук Зачарована Десна Сергей Безхарований И он запрошивает всех остальных Кто хочет с ним разом вернуть Десну Мене тоже агитировали в эту секцию Я пока не вступил Но все может быть за ночь Винкаю, что он почувает себя очень хорошо Кто с ним пьет завтра Бачите, я не в твоей цей А уже агитирую людей Окей Також, если вы заметили З левой стороны Там есть такой куточок И там стоит Борис Каплин Вин мает там Очень хорошую продукцию Я называю Алоя Вера Я сам ее вживаю Одно раз я читал книжку Американского письменника Автора, який написал Відомий бестселлер Что женщины из Венеры А женщины из Марса Кто подскаже, как его звать? Джон? Грей Сирий Иван, короче, по-нашому Сирий Иванко Сирий Иванко написал книжку Диета для Венери Диета для Марса Вин там говорил про Алоя Вера Я пішов шукати Алоя Вера В наших аптеках Ніде не знайшов А це дуже хороший продукт Ви можете його скуштувати безкоштовно Все, при По благодаті По благодаті Аллилуйя За все заплачено І заплатиш потім Аллилуйя Знаєте, от коли ми сюди тільки зайшли І занурились Не в десну, а в Божу присутність Мені прийшло на пам'ять місце Яке записано в Салтир 72 І думав я 16 вітр І думав я Як би Уразуміти Ето Є багато питань в нашому житті, правда? Стосовно правди і кривди Стосовно чесності І не чесності Як в нашому особистому житті, так в житті нашого суспільства і держави і в світі взагалі І це не нова проблема, не нове питання Сімнадцятий вір здає відповідь Докалі не вийшов я в світілище Божіє Відповідь Матеріальний світілище Божіє І не уразумів В даному випадку Асав каже Кінця їх У нас всіх має бути бачення на перспективу Маленькі діти, тому маленькі, що вони далеко не бачать Бог є Бог, тому що він бачить дуже далеко Не тільки далеко, він бачить до кінця і закінень Тому він діє згідно перспективи вічності Світілище – це місце, де ми бачимо нашу перспективу Де ми бачимо наше закінчення тут і наше продовження після закінчення І от з перспективи світілища, з перспективи Бога Тільки з цієї перспективи Ми можемо пояснити все, що відбувається на цій планеті Все, що коїться в Україні, все, що не коїться Все, що відбувається, все, що не відбувається Все, що буде відбуватись Пояснення в світілищі Тому ця конференція фактично покликана Щоби бути в світілищі Божому Щоби пояснити те, що відбувається тут на цій землі Хай Бог дасть нам хороший розум Тому що наш розум керує нашим мозком А наш мозок керує нашим тілом А наше тіло, в свою чергу, керує нами Тому бажаю всім вам хорошого, доброго розуму Розуму Христа Коли в тебе є розум Христа Твій мозок реагує на це хорошими гормонами Це правда Тобто не треба допінгу В тебе є розум Христа І ти відчуваєш себе класно Галілюя Давайте дамо аплоски у Господу нашому Слава Ісусу І ми продовжуємо нашу конференцію І запрошуємо сюди Клима Феріса Дивитися словом Будь ласка Добре утро Слава Богу Аллилуйя Мы все уже на русском разговариваем Здорово, правда? Так вот, вы готовы к большему? Хорошо Что нам нужно? Так это то, что я называю Постоянно развивающееся слово Как нам двигаться дальше с этого момента? Что будет происходить, когда мы уедем отсюда? Недостаточно сказать Ну, как прошло служение? Было хорошее? Была хорошая конференция? Это неправильный вопрос Правильный вопрос Что мы будем делать с этим, когда конференция закончится? Аминь? Потому что Божье слово дается для действия А не для того, чтобы просто его услышать Вот почему вчера Мы сказали Будьте внимательны к тому, как вы слушаете Как Бог будет говорить к вам Таким образом Чтобы вы могли перейти в действие Когда услышите его голос Поэтому нам нужно постоянно развивающееся слово Как это сделать? Я хотел бы вам показать Что сделал один из пророков Майка, chapter 7 Майка Chapter 7, verse 7 Начинается с того, что человек занимает пророческую позицию Вы занимаете определенную стойку В духе Перед Богом Так делали пророки Они занимали пророческую позицию Посреди всего хаоса И кризиса Посреди всех трудностей Они учились становиться перед Богом И получать это постоянно развивающееся слово Вот что происходило в жизни Майка В 7 главе В 7 стихе Вообще-то он выражает свое About the world's circumstances Evil desires His own Babylonian experience Even dealing with issues With neighbors and family and friends And in spite of all that Verse 7 И помимо всего этого В 7 стихе он говорит As for me То, что касается меня Я дословно перевожу Everything around him Все вокруг него He says But for me Ну вот, а я Он делает это слово личным I will look to the Lord А я буду взирать на Господа Remember this upward movement we have? Помните, мы говорили о движении вверх We can't look down Мы не можем смотреть вниз We must look up Нам нужно смотреть вверх И Михаил говорит Я буду смотреть на Господа And I will wait On the God of my salvation И буду ожидать Бога моего спасения That's the hard part Это сложная часть для нас, да? Especially for Americans We don't like to wait for anything Нам вообще не нравится Чего-то ждать I will look to the Lord Focus Я посмотрел на Бога Сфокусировался I will not wait On the God of my salvation I will I will wait On this God The God He's saying The God who saves me Our God is a God who saves Does it matter What you're going through? Does it matter The circumstances you're in? Micah said I'm waiting on the God who saves Михаил говорит Я ожидаю Бога Который спасает But while he's waiting You know what he is doing? He's talking He's talking to this God That's part of being a prophet Часть состояния пророка Это не просто слышать от Бога Вы с Богом тоже разговариваете Между прочим, это называется молитва See, a prophetic stance Is a stance of prayer A prayer position God's getting the church Into position To be prophetic That means We talk to God Это означает Мы разговариваем с Богом Он говорит нам в ответ Quite simply That's what it means To be prophetic Вот это в простых словах Что означает Быть пророческим And earth Communicating Небеса с землей Общается I like the promise Of this verse He said I will look to the Lord And I'll wait On the God of my salvation I like this promise He says My God Will hear me God hears you When you talk to God He hears you Когда вы говорите С Богом Он вас слышит Когда вы выражаете Недовольство Вашими обстоятельствами Бог все это слышит И Бог справляется С вашими недовольствами И вообще-то Когда вы хотите Выразить свой эфир Лучше Богу говорите Он это все Может перенести А ваша супруга Или супруг Еще вас за это Поблагодарят Иди сначала Богу все выскажи Излей свое сердце Ему И твой Бог Тебя услышит Because often We come and say I need to hear From God Часто мы приходим И говорим Ой, мне так Бога Нужно услышать I need a word Мне нужно слово От Него Мне нужно услышать Что-то Sometimes God says I want to hear From you А иногда Бог говорит Слушай, а я бы хотел Тебя послушать What's in your heart А что в твоем сердце Итак, пророк Занял позиции Посмотрел вверх И ожидал И разговаривал с Богом И Бог ему в ответ Сказал И то, что пророк назвал The burden of the Lord Он назвал это Бременем от Господа The burden of the Lord Или бременем Господа What is the burden of the Lord Что такое бремя Господа This is what we call Prophetic vocabulary Это мы называем Пророческий словарный запас Это слово, которое часто Было в обиходе пророков Хотел бы объяснить это слово Попрошу вас На две книги вперед вернуться Это книга Аввакума Это сосед Михея Он недалеко от него живет Да Over the street Same street, yeah Different house Да Просто в другом доме The prophet Habakkuk Аввакум Chapter 1, verse 1 Первая глава, первая стиха Он использует такие слова Он начинает с этих слов Бремя You have the word burden Other translations We have another No, we have vision The prophetic vision I'll explain you more Хорошо У нас написано Пророческое видение Которое получил пророк А в одном из переводов There's other translations Of that word Этого слова Пророческое Вернее Время от Господа Он получил The Hebrew word Is the word Massah Massah Is the Hebrew word For burden Это еврейское слово Для слова Бремя It means Something that is carried Это то, что Несут Like a carriage Or a wagon Носит Или как какой-то багаж Или это Where you lift up A load Lift up something heavy Какой-то чемодан Что-то тяжелое Ты поднимаешь Put it in the wagon Put it in the carriage И в свою корзину Или в тележку Кладешь So you can move That load somewhere Чтобы ты мог Это куда-то переместить Это бремя Это Это такой вес большой Который был Специально создан Чтобы его Передвигали In a literal sense It was used In the Old Testament И в буквальном смысле The packs They would put on The donkeys В Ветхом Завете Это когда Навьючивали Ослов Или верблюдов Они просто Навьючивали Их разными Бременами И когда Левиты Должны были Передвигать Скинь Кто-то из вас Ходил На кемпинге Вот В палатках Жить где-то I hate Мне Мне не нравится Я не люблю Кемпинг Когда я был Маленьким Наша семья Решила На кемпинг Хватить Я был старшим сыном И я был Осликом для них Я был верблюдом Для них Который таскал Постоянно таскал Тяжелые веса Мой отец Всегда говорил Так Вот это подними Туда перенеси Вот то Сюда И я такой Палатку разложи Сложи Все остальное А я Спрашиваю А мы вообще Приехали отдыхать Или что? Я таскал Так вот Левиты тоже Таскали разные Составные Скини И у каждого Левита было Своё задание Ты несёшь Тот стол А ты несёшь Вот эту часть Это было Их бремя Это была Их задача Носить определенные Веса Перемещать это С одного места В другое Так вот В плане пророчества Пророки Это было В обиходе Пророков Использовать Это слово Бремя Пророки Тоже получали Вес Они получали Груз От Бога И их задача Было Носить Это Ну не физически Носить Они это Поднимали Не своими мышцами Но своим голосом Они поднимали Это голос Они возвышали Человеский голос И это имело Духовный вес Это было Время Которые Бог дал Пророкам И это выходило Как просто Устное послание Иногда Это Песня Была Вдохновение И оно Оставалось Внутри Пророков Пока они Не открывали Свою И говорили Об этом И было Время И место Когда надо Было Это Высказать Бремя Который Бог Вложил В их сердце Более 25 раз Слово Масса Употреблялось Для того Чтобы описать Пророческое Бремя Интересно То что Это Пророческое Бремя То как Оно Приходит Оно Приходит Через Духовные Методы Вы знаете Как Авакум Это описал Вот это Бремя Здесь сказано Это то Что увидел Пророк Бремя Прошло Через то Что он Увидел Пророческое Видение То есть Духовным Взглядом Он Увидел Это Он просто Наблюдал За своими Обстоятельствами Он давал Оценку Человеческому Состоянию Вокруг Него И начинает С того Что выражает Своё Недовольство Возмущение И это нормально И он говорит Господь Второй стих Доколе Господи Я буду Взывать И ты Не слышишь Вы когда-то Такой молитвой Молились Ну давайте Папа Рука на сердце Боже Ну сколько же Еще Ты не помогаешь Ты чего Или Дальше Читаем Буду Вопиять К тебе О насилии И ты Не спасаешь Для чего Даешь Видеть Злодейство И смотреть На бедствие И ничего не будешь делать Ты просто Смотришь На это все Вы когда-то Себя так чувствовали Вы Ну в обуви Абакума Побывали Да Поэтому Оно как будто Ну такое состояние Он помогает Как будто Богу Вы когда-то В молитве Пробовали Богу Помогать Как-то Информировать Его Слушай Как-то Обновить Информацию На сегодняшний день Как-то Духовную СМС Отправить Богу Просто Он в курсе Был Происходящего Ну Бог Ну ты пойми Вот такая ситуация Сейчас И Бог сидит Там На троне Иногда мы Думаем Что мы пытаемся Добиться Божьего Внимания Бог Здесь плохо Здесь плохо Алло Кто-то Дома Есть Ты что Не видишь Что происходит Пророки Иногда Странные Пророки Иногда Нетерпеливые У пророков Иногда Бывают Проблемы С гневом Но Бог Дает им Возможность Высказаться И это Пророческая Позиция Вы знаете Взгляну На Господа Буду ожидать Бога Моего спасения И залью Все мои Недовольствия Но Бог Услышит Все равно Он Вас Не Игнорирует Он Просто Дает Вам Возможность Излить Все И Бог Такой Ждет И говорит Ну как Закончил Уже Закончил А сейчас Готов Слушать И тогда Бог Отвечает И Абакум Говорит Все Высказался Все Хорошо А сейчас Пророк У тебя Проблема С глазами С зрением Проблема В том На что Ты Смотришь Ты Смотришь Не На то Место Он Сказал Пророку Смотри Среди Народов И Увидь Бог Начинает Давать Ему Бремя Господа Это Визуальное Народы Это Значает Люди Вы Знаете У Бога Бремя Всегда За Людей Всегда И Он Говорит Пророк Ну Посмотри На Людей И Увидь Увидь Людей Так Как Я Их Вижу Четвертый Стих И от Этого Пятый Стих Посмотрите Между народами И внимательно Вглядитесь И вы Сильно Изумитесь Сейчас Он Начинает Взгляд Пророка Поднимать Вверх И Начинает Говорить Пророку Что делает Он Сам Пророк Начал С того Что Он Рассказывал Богу Все Что Он Видит На Земле А Бог Говорит А Позволь Мне Рассказать Что Я Вижу Сверху С неба Я Сделаю В одни Ваши Такое Дело Вот Что Делает Бог И Я Представляю Как Ангелы Спрашивают Ну Как Сказать Пророку Божий Сказать Ему Что Ты Собираешься Сделать Сказать Ему Ну Что Сказать Ему Да Не Не Поверит Он Мне Если Я Ему Скажу А Тогда Разговор Идет Дальше Да Скажи Ему Он Пророк Должен Тебе Поверить Божий Но Он Мне Не Поверить Это Грех Конечно Не Верие Это Грех Правильно Вы Знаете Да Все Что Не Поверить Грех Мне Этот Стих Не Нравится Конечно Очень Не Нравится И Бог Говорит Хорошо Если Б Я Сказал Тебе Ты Б Не Поверил И Потом Б Согрешил Просто Доверь Мне Я Собираюсь Сделать Что Изумительное Я Сделаю Такое Дело В Ваши Дни Что Если Б Я Тебе О Нем Сказал Ты Б Все Р Не Поверил Но Я Дам Тебе Намек Вот Несколько Намеков Пророк Я Воздвигаю Халдеев Этих Жестоких Необузданных Которые Ходят По широтам Земли Чтобы Завладевать Принадлежащими Ему Селениями То есть Создающими Хаос Разрушение Бог Никогда Тогда О дьяволе Не говорил Он Совершенно Суверенно Двигался В жизни Пророка Он Говорит Вот Весь Кризис Который Ты Сейчас Видишь Это Делаю Я Поэтому Он И Задумался Не знаю Можно ли Ему Такое Говорить Вместит Ли Он Это Поверит Ли Нет И Бог Делает На земле Вещь И мы Пытаемся Найти Вину Кому За Эти Вещи Потому что Это Наша Человеческая Природа Которая Началась Еще В Эдемском Саду Это Ее Вина Это Она Виновата Она Говорит Нет Дьявол Виноват Мы Пальцем Указывать На Кого Не Не Я Вот Бог Говорит Я Подниму Халдея Это Будет Как В наши Дни Мы К Богу Приходим И Говорим Боже Ты Что Не Видишь Разруху Что На Среднем Востоке Происходит На Среднем Востоке Происходит И Бог Говорит Это Я Поднял ИГИЛ Разве В Это Можно Поверить ИГИЛ Ну Да Я Это Все Поднимаю Этот Жестокий Грубый Необузнанный Народ Который Ходит И Завладевает Они Все Приходят Ради Жестокости Они В плен Берут Людей Слушайте Это В Библии Написано Но Это Как Будто Первая Страница Газеты И Бог Открывает Пророку Он Открывает Ему Видение Зрение Для Того Чтобы Видеть Народы Бог Даст Нам Зрение Чтобы Видеть Народы Потому Что Его Бремя Именно Туда Распространяется Вы Хотите Иметь Бремя Господа Тогда Нужно Понимать Что Бог Делает В Народах И Глаза Пророка Буквально Выкатились Вот Настолько Широко Открылись И Вдруг Он Посмотрел Вверх И Он Посмотрел На Бога Новыми Глазами И Внутри Такой Трепер Пророк Пережил Такую Передачу Понимания Божьей Суверенности Двенадцатый Стих Если Обратите Внимание Он Начинает Ему Поклоняться Не Ты Ли Из Древних Господь Бог Мой Святой Мой Он Просто Понял Что И Он Говорит Мы Не Умрем Просто Такое Благоговейное Состояние Он Он Использовал Слово В Английском Вечный Это Видите Опять Этот Лексикон Бог Открыл Ему В зрении И Он Стал Поклоняться Поклонение Бог Бог Его Спасение Проговорил Его Сердце И Его Ответ Он Был Такой Мы Не Умрем И Не Важно Что Произойдет На Земле Ты Бог Который Спасает И Он Начинает Провозглашать Говорит Господь Ты Назначил Их На Суд Ты Утвердил Их Для Наказания Двенадцатая Вторая Часть И Вместо Того Что Продолжать Выражать Недовольство И То Что Он Видит На Земле Пророк Начинает Он Зделал То Что Сделал Недель Он Занимает Пророческую Позицию И Начинает Смотреть На Господа И Начинает Говорить Мой Бог Меня Услышит Ты Ты Все И Все Действия Ты 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 Делаешь Людей Как То есть Он Понял Что Бог Делает Среди Людей И Его Взгляд Был Устремлен На Бога Потом Приходит Его Решение 2 глава, 1 стих и сейчас вместо того, чтобы Бога обвинять в том, что он не в курсе происходящего и после того, как он поклонился Богу и поднимает свой взгляд к Богу и ожидает от Него и разговаривает с Ним приходит ответ на стражу мою стал я то есть занял позицию потому что он вот-вот должен был получить бремя Господа именно это он пытался описать от начала своей книги именно такое бремя увидел пророк Аввакум и оно началось с Бога сначала нам нужно увидеть Бога сначала на Бога нужно смотреть а не на обстоятельства и Бог начал давать ему видение Бог забрал его бремя вернее, а дал ему бремя и дал ему этот вес и тут пророк начинает открывать свои уста и говорить это делаем мы вот что мы призваны делать быть пророческими людьми больше нет такого понимания как какие-то одинокие пророки в Новом Завете есть только один пророк Иисус Христос Он наш образец Он прототип всех пророков и потом Он вознесся на небо и взял милость пророка часть вот этого Христоса который был пророческий или помазан Он раздал людям и Он взял ту часть которая была апостольской тоже раздал людям все эти пять помазаний которые были на Христе Христос Христос это помазанник Он распределил это на пять категорий пять составных и раздал это людям Клайв Корфилл Пожалуйста евангелизационное помазание немножко пасторское помазание и что еще тебе нужно вот тебе некоторым Он дал апостольское помазание Христос другим дал пророческий Христос помазание и это было дано не для того чтобы пророки стали вести себя как ветхозаветные пророки новозаветные пророки поступали как Иисус мы не хотим быть лучшими пророчествующими мы хотим быть лучшими представителями Иисуса Христа аминь и то как мы это делаем новозаветный пророк берет то что Христос ему дает не для того чтобы он стал лучшим пророчествующим но его задача его призвание это взять то что Христос дает ему и распространить это в теле Христа чтобы снарядить святых чтобы вас также сделать представителем Христа чтобы пророческая природа Христа была передана вам и вы могли представлять Его аминь бремя Господа это самое такое интимное что Бог может дать чтобы быть сопричастником того что делает Он это нужно понимать мы призваны быть партнерами Бога и присоединяться к тому что Он уже делает вот почему нам нужно молиться вот почему пророческое пророческое измерение это ответ когда мы разговариваем с Богом а Он отвечает нам чтобы мы могли узнавать что делает Он и видеть это все с Его точки зрения с Небес Он должен информировать нас а мы должны быть информированы этой книгой Библии наши мировоззрения должны формироваться на этой книге не на новостях на газетах телевидения не на уме людей но на уме Христа бремя Господня очень ценна потому что оно личное оно ваше Бог дает мне Его бремя которое несу я Клайву дает другое бремя и оно становится личным вы не можете подражать я не могу подражать или скопировать бремя другого человека оно должно быть настоящим оно должно быть вашим и вы это можете иметь послушайте меня но вы можете его потерять некоторые из вас сегодня здесь вы потеряли бремя от Господа но у меня есть хорошая новость вы можете его вернуть вы можете его вернуть я бы хотел вас повести в Новый Завет чтобы помочь понять как мы движемся действуем в Новом Завете книга Галатам шестая глава 2 стих Галатам 6 2 давайте начнем с первого стиха Галатам 6 verse 1 с первого стиха братья если и впадет человек в какое согрешение вы духовно исправляйте такого в духе кротости наблюдая каждый за собой чтобы не быть искушенным носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов знаете когда люди спотыкаются и падают жизни об этом стих этот говорит если ты видишь что брат твой шел по жизни и вдруг приткнулся как-то споткнулся зацепился именно это слово здесь он как будто споткнулся в какие-то обстоятельства что-то прервало его ход если вы видите как ваш брат споткнулся и упал мы поднимаем их бремя и это тест на вашу духовность вы духовные что делаете вы вы восстанавливаете его не тыкайте пальцами и не говорите я знал что будет так Бог мне показал что ты упадешь я знал что это будет рано или поздно вы так не говорите вы не говорите он заслужил это мы не судим мы не обвиняем это даже не духовно это плотская реакция он говорит со слов братья сестры семья знаете если в семье кто-то споткнулся то вы сразу подбегаете подхватываете так нужно поднимать человека знаете слово поднимать восстанавливать на греческом это катартизмос то же самое слово которое используется для снаряжения святых катартизмос в те дни оно было в обиходе врачей это медицинский термин был это для того чтобы восстановить сломанную кость если кто-то упадет и сломает ногу что делаете вы вы восстанавливаете как это делаете они гипс накладывают помогаете или шину что-то что-то для того чтобы к перелому такой ребра жесткости настолько близко подтягивает чтобы оно держало вес пока не восстановится вот перелом это задача для нас когда твой брат или сестра упадет ты не смотришь ох смотри на него упал сам виноват вы которые духовные вы вот бежите поддерживайте его как шина или гипс пока человек не восстановится и вы это делаете в духе кротости дух кротости потому что мы тоже бываем искушаемы потому что тем судом каким судим мы и мы будем судимы если мы если мы будем о да я знал что он упадет он заслужил потерпеть немножко нет 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 брат позволь мне поддержать тебя пока ты не восстановишься не исцелишься в духе кротости и мягкости да носите бремена друг друга вот так правильно именно это описывает Павел вот что означает нести бремена друг друга и вот это вот слово бремя в новом завете это уже другое слово чем в ветхом завете это опять-таки описывает что-то такое весомое тяжелое но на греческом оно звучит барас барас это что-то радостное было так что не переживайте надо было видеть лицо оператора наверное это все что вы запомните сегодняшней проповеди как была проповедь не знаю но я чуть танцевать не начал из-за дискотеки я все из-за этого забыл ладно хорошо мы остановились на слове барас барас это большой вес настолько большой что это превосходит силы человека слишком тяжелой для одного если кто-то прикнулся упал и что-то в жизни сломалось то вы духовно идите помогайте ему восстанавливаться почему потому что это то время которое они уже сами не могут нести и там сказано если вы будете так поступать вы исполните закон Христов закон Христов а закон Христов это что? это любовь люби Господа Бога всем сердцем душой крепостью и вторая возлюби ближнего своего особенно того который рядом вот упал например вот как мы закон Христов исполняем затем Павел говорит что-то что кажется совершенно противоположным в пятом стихе Павел снова употребляет слово бремя и говорит ибо каждый понесет свое бремя как будто что-что жди-жди минуточку ты только что говорил что нужно не носить бремена друг друга этим исполнив закон Христов но одновременно каждый должен нести свое время Павел пойми мне понять себя правильно но вот хорошая новость это не одно и то же слово в нашем переводе оно одно и то же бремя и там бремя но в этом случае это другое греческое слово это уже другое слово это задача служение это как груз который вам доверили переместить это груз который налагает на человека или на животного когда во времена Греции на Средиземноморье это было в индустрии кораблеплавания плавания и когда инвентаризацию делали того что грузят на корабль допустим мука столько мешков леса столько это груз который помещали в корабль и у них как будто было как это смех накладная и это называлось фортия тоже было это слово из военного лексикона спасибо чтобы описать что находилось в рюкзаке солдата когда он шел на войну что он нес самое главное для своей задачи вот это вот бремя которое он нес лично для выживания это тоже называлось фортиян и когда я это все изучал я просил Бога Боже помоги мне понять а какое мое бремя я понимаю что у других есть бремена которые слишком тяжелые для них стали и вот для чего тело Христа было призвано помогать носить бремена друг друга и но ты говоришь мне что я должен и свое бремя нести и тут я увидел картину рюкзака у кого-то из вас есть рюкзак рюкзаки становятся очень модными сейчас особенно когда вы путешествуете у меня тоже рюкзак есть потому что это круто раньше у меня чемоданчик на колесах ну знаете как кровчучка раньше а потом я заметил других путешествующих у них рюкзак и все модно и на меня смотрят и что я тут с кровчучкой прусь я подумал я тоже куплю рюкзак я хочу тоже круто выглядеть у меня тоже рюкзак есть так вот и Господь говорит вот это твое бремя это твоя фортиан каждый человек должен нести свой рюкзак когда ты входишь в царство точно так как ты в обычную армию приходишь ты входишь в Божью армию тебя зачисляют и выдают личный рюкзак ненецы тоже рюкзак короче каждый получает рюкзак это будет ваше личное время которое вы должны носить и каждый должен носить свой вес это ваша задача назначения от Бога а что в вашем рюкзаке все что нужно вам для путешествия ваше спасение ваше призвание дары Святого Духа да ваше конкретное дарование от Бога ваша семья тоже там ваши отношения там все те вещи которые уникально принадлежат вам и никому другому вы не можете обмениваться рюкзаками с другими Клайв слушай мне нравится твой рюкзак хочешь обменяться нет слишком тяжелый Клайв говорит не потащу у тебя много авиамиль в рюкзаке на самом деле рюкзаками не можно обмениваться ты не можешь сказать ой как бы я хотел его рюкзак как бы я хотел проповедовать как он или как бы мне хотелось иметь такой брак и отношение в браке как у него или иметь такой дом как у того ты не можешь у тебя есть свое задание ты носишь свое дети так поступают мама хочу то мама хочу то давай поменяемся машинками но только Бог имеет разрешение что-то помещать в ваш рюкзак вы понимаете что иногда вы забрасываете в свой рюкзак то чего вам не надо религия грузит ваши рюкзаки а Бог нет религия просто любит запаковывать ваши рюкзаки и это то что Библия называет временами неудобоносимыми давайте вместе откроем Матфея 11 главу иногда нам нужно сделать паузу и сделать инвентаризацию того что находится в нашем рюкзаке я думаю это то чем мы займемся этим утром Дух Святой хочет чтобы вы уделили немного времени и для некоторых из вас вам нужно будет снова поднять свой рюкзак потому что вы потеряли время от Господа потому что он как будто для вас стал слишком тяжелым и это потому что другие люди захотели забросить в ваш рюкзак то чего не должно было быть там люди хотят запихнуть служение в ваш рюкзак который вам не принадлежат у них есть свои ожидания от вас о да ты должен делать вот это астер а ты должен вот эту книгу прочитать и вот наваливают рюкзак и много людей приносят ты должен это прочитать ты должен это увидеть ты должен ты должен 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 и люди бегают за тобой и загружают твой рюкзак своими ожиданиями и ты становишься перегруженным я смотрю на пасторов они стоят ровно но в духе они прогнулись назад как служение хорошо а что ты наклонился назад не знаю рюкзак меня добивает вот ответ вы готовы матфея 11 что вы делаете когда рюкзак тяжелый Иисус сказал 28 Матфея Матфея 11 28 придите ко мне это Иисус говорит все труждающиеся и обремененные вот это слово обремененное один и тот же корень слово имеет фортиан фортиан фортайдзо фортайдзо перегруженный что ты делаешь если у тебя перегруженный рюкзак иди ко мне ты трудишься ты пашешь и ты перегружен смотрите что он Даша говорит он не говорит что приди ко мне и я сниму с тебя твой рюкзак это делаем мы Боже слишком тяжело не и мы как скидываем одно плечо второе и уходим тихонечко каждый должен нести свой рюкзак он должен взять Иисус не сказал приди ко мне и я сниму с вас рюкзаки он говорит придите ко мне и я дам вам покой я дам вам покой успокою вас возьмите иго мое на себя и научитесь от меня время учиться когда рюкзак становится слишком тяжелым и вас вы перегружены время учиться время приходить к Иисусу и позволять ему учить нас и первое что он нам говорит возьмите иго мое на себя знаете что такое иго иго дзугас это греческое слово мне нравится это слово дзугас возьми мой дзугас мне это слово так нравится это означает соединиться это когда две головы это когда две головы это как ярмо да это ярмо соединить две головы чтобы вместе тащили вес и тогда они могут нести больше то же самое то же самое слово использовалось для весов когда надо было что-то взвешивать и есть поперечная и вот эта поперечная рейка называлась как план коронавесия иисус говорит приди к этому и возьми мое иго на себя другими словами соедини свою голову с моей головой и позволь мне сбалансировать вес твой я буду тебя учить возьми мое иго свою голову рядом с моей и позволь мне учить тебя как балансировать в жизни вещи и бремя не снимай не выбрасывай но балансируй пронвеси чтобы я буду учить тебя научу тебя говорит иисус научись от меня иисус нес свое бремя и вообще грехи всего мира было в его рюкзаке как это с этим справиться как он с этим справился вообще но он сказал научитесь от меня ибо я кроток вот кто хочет нас учить как он справился с этим как он смог понести вес мира в своем рюкзаке как крутость это единственное место писания где иисус описывает свое сам свой характер описывает мне так нравится то что Клайв рассказывал и осья простите исае 61 глава что дух господен на мне он помазал меня и вот что делать исцелять освобождать людей иисус обычно не описывал свой характер вот я такой вот я могу это он никогда не единственный момент когда он про себя сказал научитесь от меня ибо я кроток и слово кроткий это не означает слабый вот такой хиленький ты просто пастор нет я кроткий это означает на греческом это проус это означает сила под контролем или обузданная сила то есть это очень сильно и это слово употреблялось в дни Александра Великого который сформировал одну из самых сильных армий всех времен до того как появились появились разные другие технологии потому что он научился подкорять силу диких лошадей и Александр он ходил и он больших этих диких мустангов просто забирал и их силу использовал но они были очень дикими они были дикими и они захватывали этих лошадей и начинали ломать вернее обуздывать и слово которое они использовали для этого было проус они делали лошадей кроткими это слово все еще используется теми дрессировщиками лошадей что они дел укращают как только смогли эту лошадь украсть и господин умеет ей управлять то вся эта мощь находится под управлением хозяина а сейчас эта лошадь стала кроткой он говорит вот как это делаю я иисус говорит вот так должны делать вы все ваши способности всю вашу силу нужно покорить от управления господина научитесь от меня говорит иисус и он говорит если вы будете так поступать вы найдете покой вашим душам я подставляю клайва уже если я я буду находить покой в английском это покой или отдых не от своего рюкзака не от того чтобы мои коленки отдохнули когда рюкзак становится слишком тяжелым вообще-то мы не носим его на спине дело в том что бремя господня мы носим в нашей душе оно приходит кто-то сейчас в дух получил да что-то хорошо оно приходит нам в дух но мы носим это тоже в душе и если вы попытаетесь носить это своими силами вы становитесь перегруженными или слишком тяжелое бремя для восстановки вот так делали фарисеи с людьми поэтому в евангелии от луки 11 главе Иисус упрекнул фарисеев он говорит вы перегруживаете людей религия в ваши рюкзаки бросает то что там не должно быть закон больше не должен быть в вашем рюкзаке закон у нас есть благодать в нашем рюкзаке правильно самая лучшая часть сейчас будет вы готовы придите научитесь от меня научитесь нести этот вес в кротости потому что мы под одним ярмом с Иисусом и 30 стих наблюдайте он говорит иго моё благо и бремя легко служение такое тяжелое такое сложное не ты просто неправильный ярмой ты сам по себе его тянешь мы как будто свою голову высовываем из ярма сейчас я потяну свое служение а Иисус говорит давай засовывай голову в моё ярмо мое иго благо легко дело в том что Иисус самую тяжелую делает самую тяжелую работу сам делает мой пастор в Америке он большой такой высокий норвежец хотя американец норвежец это где-то по 2 метра большой крупный пятеро детей у него и его младший младший я ее зовут Эмилия она просто такая забавная очень свободная в духе ей 9 лет у них небольшая ферма несколько лошадей и имя моего пастора зовут Кенрик и они используют эти машины для гольфа и ездят на игры и гольф купили дешевую машину просто чтобы перемещаться по своей территории и Эмилия подумала это мой автомобиль и она сказала это мой автомобиль потому что как-то позволил папа поводить эту машинку и ей понравилось и однажды эта машинка сломалась и это было далеко от дома и она прибегает к папе и говорит папа машинка для гольфа сломалась хорошо я пойду гляну и он говорит Эмилия нам придется толкать ее к дому ты мне поможешь она говорит помогу помогу и так он становится со стороны руля одной рукой держит руль другой за вот эту трубу и толкает с одной стороны а ей говорит давай с другой стороны Эмилия толкай и спрашивает ты готова и так давай Эмилия давай и он толкает эту машинку и они движутся к дому а Эмилия вообще-то была сзади стала сзади за отцом и так бежала вот так вот это забавно как весело а он такой Эмилия давай помогай помогай она там как шарик летит сзади это мы Иисус Иисус Он толкает а мы просто присоединяемся к Нему служение забавное это легко почему потому что Иисус самую тяжелую работу делает то если вы вместе под его ярмом и он сказал иго мое легко и бремя мое и это слово рюкзак это фуртиан не барас мой рюкзак который я вам даю он легкий на самом деле а почему кажется что он такой тяжелый потому что ты позволил другим людям набросать туда разное чего и сам туда накидал чего-то чего Иисус не хотел чтобы ты носил бремя Господа легко и благо у нас сказано но иногда нам нужно останавливаться и приходить к Иисусу чтобы он дал нам покой чтобы он мог проверить инспекцию вашего рюкзака совершить когда я путешествую я снимаю свой рюкзак и через сканер в аэропортах пропускаю потому что есть определенные предметы которые нельзя брать с собой на борт поэтому они сканируют мой рюкзак и заглядывают что там и говорят а вот это я думаю Дух Святой хочет просканировать ваши рюкзаки сегодня давайте мы все встанем потому что вы знаете даже снимать рюкзак проще когда вы стоите чем сидите сейчас мы будем проверять экзаменировать потому что потом рюкзак нужно будет снова одеть каждый человек должен нести свое бремя некоторые потеряли свое бремя Бог хочет чтобы вы снова подобрали и приняли это первое что нужно сделать сейчас я не знаю кто это но вы знаете потому что Дух Святой здесь Он с вами разговаривает потому что некоторые из вас говорили Богу Боже на самом деле слишком тяжело не могу не хочу и Бог говорит иди ко мне я дам тебе покой я научу тебя смирись возьми мое бремя возьми иго мое некоторые из вас были под таким игом который называется я сам справлюсь и это иго самовольности нужно вернуться к игу Христа чтобы мы могли как эта девочка бежать за папой служение легко забав с Иисусом конечно давайте минутку уделим времени чтобы дело в том что это очень пророчески сейчас кто-то спросит Клим разве это не время когда ты должен кому-то пророчествовать да это время когда мы все становимся пророческими не только я мы должны быть Божьей церкви мой Бог меня услышит говорит пророк он услышит вас скажите ему что у вас Боже слишком тяжело мне покажи мне что ты поговори со мной открой мои глаза посмотри на народы посмотри на людей в своей церкви и увидеть Бог собирается сделать что-то изумительное потрясающее но нужно будет взять свой рюкзак и позволить Богу проверить наш рюкзак давайте мы поднимем наши руки к Богу и мы скажем Бог забери эти вещи позволь Богу его руку засунуть твой рюкзак и религию забрать некоторые должны позволить Богу забрать те служения которые были наложены на вас другими людьми или чувство вины или чувство стыда пастор ты должен был это сделать ты должен был это сделать или просто как христиане люди говорили вам если ты христианин то ты должен делать это вот так поступали фарисеи они перегружали они перегружали перегружали просто отпустите эти вещи может быть сегодня вы даже не знаете но скажите Богу Боже забери это все что не от тебя в моем рюкзаке забери вот как мы отпускаем ложные бремена просто отпусти свое ложное бремя для некоторых понадобится несколько дней в этом и есть красота потому что Дух Святой продолжает двигаться действовать и этот поток течет дальше чем когда конференция заканчивается он течет дальше оно может даже неделями работать в вашей жизни и последнее что я бы хотел сделать между прочим я сейчас уже молюсь за вас мы сейчас просто метод поменяли мы должны понять что Бог не делает все одинаково все время нам не нужно сейчас призыв вперед нам не нужно чтобы целая очередь людей была нам нужно чтобы Божье помазание сошло на каждого из нас Он уже вот рядом с вами Дух Святой не здесь где микрофоны находятся Дух Святой в вас прямо сейчас прямо сейчас примите некоторые из вас примите свежее новое бремя в Духе а сейчас открывайтесь перед Богом потому что Бог дает новые бремена для вашей личной жизни для вашей церкви для вашей семьи для вашей страны а также смотрите на другие страны народов и вы будете получать новое бремя для других народов для других народностей просто примите бремя от Господа и несите его цените его оно очень дорого вы может спросите а ты не хочешь попророчествовать что именно это такое вам не нужно чтобы я вам пророчествовал у нас может быть такая зависимость что мы должны знать это тот кокаин которым мы хотим вмазаться Бог говорит нет ты принимаешь прямо сейчас Бог с тобой хочет поговорить мой Бог услышит меня и вы увидите вот как мы учимся обучаемся вот что делают новозаветные пророки мы снаряжаем вас чтобы вы были пророческими мы снаряжаем вас чтобы вы могли иметь взаимодействие и обмен между небесами и землей и чтобы вы понимали язык и картины Бога чтобы вы могли увидеть пророки приносят зрение чтобы каждый сегодня что-то увидел мы увидели сегодня рюкзаки мы увидели сегодня ярмо мы увидели как диких лошадей обуздывали и это картинки из Божьей книги чтобы мы могли увидеть некоторые из вас уже видят эти образы сейчас и эти образы для вас они попадают в ваш рюкзак некоторые из вас уже видят лица людей и они попадают в ваш рюкзак и это становится вашим молитвенным бременем и сейчас вы понимаете людей которые говорят у меня есть бремя молиться за человека такого-то потому что почему потому что Бог положил этого человека в ваш рюкзак если Иисус положил это ваш рюкзак это легко это благо помните что я вчера сказал мы не молимся Богу мы молимся с Богом мы партнеры с Богом не прекращайте не останавливайтесь продолжайте смотреть на то что Бог показывает дает я буду ожидать Бога моего спасения come on look to the Lord давайте смотрите на Господа смотрите на Него не смотрите на Клэм на Клайба на Сергея смотрите на Господа я ожидаю я ожидаю Бога моего спасения чего мы ждем мы ожидаем бремя от Него мой Бог услышит меня вы Ему исповедовали прямо сейчас можете исповедовать Ему Бог это было слишком тяжело для меня забери это возьми все что не должно быть в моем рюкзаке забери я отпускаю и дай мне твое бремя я хочу бремя от Себя я хочу твой фортиан потому что оно легко восстанови восстанови исцели потому что твои эти слова восстанови исцели они прекрасны вы духовные двигайтесь в направлении восстановления ваших братьев и сестер сейчас присутствует исцеление и оно попадает в ваш рюкзак исцеление для вас лично и для других что-то сейчас поднимается прямо сейчас кто-то сейчас кое-что понял может быть кто-то еще только-только подходит к пониманию чего-то подходит я хочу дать тебе я хочу научить тебя вот этот человек он как будто слишком тяжелый для твоего духа отпусти его это личное конечно для кого-то в ваш рюкзак попал какой-то тяжелый для вас человек и это Бог не хотел чтобы он был в вашем рюкзаке и он обременяет да не могу и Бог говорит сейчас отпусти этого человека отпусти 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 того человека я в духе ощутил кому-то стало сейчас легче если ты думаешь это был я да это ты тебе стало легче ты это почувствуешь да ты почувствуешь потому что Иисус сказал что ты найдешь покой душе это разум воли эмоций ты нашел покой для своих эмоций твои эмоции успокоятся душа твоя успокоится я хочу еще одну вещь сделать я действительно ощущаю сейчас это время от Господа за ваше служение за эту группу церквей я хочу чтобы вы просто открыли свои сердца для принятия конкретного бремени от Господа потому что это как групповое бремя и это касается следующего поколения следующего поколения 25 и under 25 и see it you can see the burden the prophet saw the burden пророк God opened our eyes now and let us see look to the nations look to the people groups and this is a people group called youth called the next generation 25 and under begin to look начинайте смотреть они там есть и Бог говорит я хочу их поместить в ваш рюкзак некоторые это ваши сыновья и дочери и вы не можете их из своего рюкзака вытащить но Бог говорит в рюкзаке есть место для большего количества таких людей больше места для детей это бремя Господа о Иисус о Иисус это бремя Ша. Некоторые из вас прямо сейчас получают инструкции. Бог как будто вот такую тетрадку с инструкциями вкладывает в ваш дух. Давайте поместить это в ваш рюкзак. Потому что некоторые из вас спрашивают, Бог, как, как? Это хорошо. Принимайте, принимайте. Мы будем учиться от Него. И Он покажет вам, как. Как достигать следующего поколения. Мы обязаны изменяться. Мы обязаны двигаться. Туда, куда движется Бог. Больше двигаться к концу. Двигаться к нетлению. Двигаться к большому количеству. Это как к большому количеству. Это как будет сильное движение молодежи. Это 25 и младше. И это как волна поднимается. И они должны быть в вашем рюкзаке. И когда Бог говорит, сейчас! Возьми свой серп сейчас! Потому что жатва поспела! Посмотрите на меня сейчас! Клайв вчера движение делал для нас. И давайте мы плечами подвижемся. Вы знаете, когда я должен одеть рюкзак, то я вот так вот руки делаю. Так вот. Я как будто подстраиваю, поправляю. И вот вы поправьте вот так, чтобы рюкзак хорошо сидел на вас. Некоторые из вас одели свой рюкзак, вот уже много времени прошло, как вы последний раз его имели на плечах. Я одел рюкзак от Господа. Ох, хорошо сидит. Для некоторых из вас, вы почувствовали, что он стал легче. Потому что Дух Святой что-то забрал из него. Но еще, Бог дает вам новые, свежие видения на следующее поколение. Вот оно в рюкзаке. Вы можете его нести. Потому что это бремя от Господа. Аллилуйя. Спасибо. Когда мы находимся рядом с апостолами и пророками, тогда в нашем духе происходит активация даров и видения которые Бог имеет для нас. Они всегда там есть, но они не активны. В этот момент происходит активация. Бог может показывать тебе в картинках. Или Бог может говорить тебе несколько слов или фраз. Но обычно это очень короткие фразы и короткие слова. И это есть голос Бога в твоем духе. Это есть пророческое действие в твоей жизни на этой конференции. Это есть то, что мы напоены духом Бога живого. Это твое личное пророчество, которое активизировалось и пришло в твой дух от Святого Духа. Запомни это слово. Запомни эти картинки. Это есть рема. Рема, оно может быть в картинках. И рема может быть в словах. Но эта информация, это хлеб жизни для всей твоей жизни. Господи, запечатли рема в нашем духе. Запечатли рему в нашем духе. Пусть мы будем живы твоим словом. Пусть в нас будет свежий ответ, свежий хлеб для вызовов нашего времени. Пусть церковь будет ответом для человека современности. Ты делаешь нас способными служителями завета. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твое прикосновение. Прикосновение Твоего Духа. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо, Клем. Спасибо, Дух Святой. У нас будет перерыв. У нас будет перерыв до 11.30. Сколько сейчас времени? Уже 15? Ну, сделаем 30 минут перерыва. Да, 11.45. Хорошо? Все. Спасибо.